здравствуйте приступаем к новому этапу строительства значит будем делать погреб но как говорится что скорее всего лучше его делать сначала погреб потом строительство но у нас получилось немножко наоборот но в данном случае делаем погреб каким образом мы поступаем вот если посмотреть если посмотреть вот несущие стены у нас мы отступили от каждой стены по 50 сантиметров и у нас получается погреб где-то это ширина его будет метр 85 значит по длине где-то 230 ну и в глубину в глубину предварительно значит вот у нас он там уже почти почти уже все заканчивается значит где-то в районе 250 ну планирую там еще значит забетонировать пол там стены ну дальше будет видно когда будем делать каким образом я выхожу из положения следующим образом вот сейчас мы туда отпустили и посмотрим чтобы так ну вот все значит для того чтобы выполнять данную работу в одно лицо значит я решил делать следующим образом вот если берем значит вот отсюда вот нижняя . считаешь это набрасываем его на полку полочка получилась согласно где-то одна половина повреба будет вот на эту полочку я набросал вот так раз потихоньку видите песочек хороший такой отличный песок вот здесь видно здесь земля была вот глина а еще песок пошел на этот песок я решил на улицу него здесь так я на телеге его вожу а это я вот здесь наверно буду здесь значит засыпать под этим песочком засыплю и есть сантиметров 5-7 сантиметров бетонную чашечку такую сделаю во первых будет какая-то изоляция будет по суше в подвале ну и здесь дальше здесь очень просто говорится бери побольше кидай подальше и здесь вот полочка получилась вот полочки и вот с этой полочки уже берешь и уже накидываю в телегу с тележки можно вывести куда хочешь и дальше я планирую когда будем там закончим уже низ и это с этой полочки уже будем сделаем здесь короб деревянных и будем бросать сюда и практически один человек способен выкопать вот такой подвал глубиной 2 пища будет очень нормально я уже сказал что вот этот песок этот грудь песок хороший и и мы его будем использовать второй раз то есть он на выброс не пойдет а будем подсыпать внутри домика вот таким образом ну все пожалуйста здесь отключаем вот так вот начался поехали вниз глубина уже такая солюзная и хочется вот эти глаза туда ввести зимынная работа закончились ну вот практически они человек способен значит выкопать вот такой подвал повар ему рассказать каким образом я делаю сначала покажу сначала из полочку здесь я делал с полочкой в тележку а после этого значит уже полочку двигать вот . такой сделать это полосе в образ и она очень хорошо ну вот получился такой повар получается где-то 250 доверить до сюда что и значит дальше мы продолжаем делать сейчас проявил армирование вижу если будем заливать армирование произвел сделал две направляющие таким образом не делали направляющие но можно значит делать пятачки я вот сделал такие вещи вот значит пластину приварил к штырю здесь значит выставлялась забивал до конца выставлял по уровню и сделал таким образом чтобы не ровно по горизонту а скат в один угол сделал для чего я это сделал но мы еще еще не известно будет вода не будет вода если вдруг будет весной вода если у соседей у некоторых есть у некоторых нет если будет вода чтобы легче было было не выгорать но сейчас приступим к следующему этапу работы значит проведем значит гидроизоляцию по стенам и начнем заливать непосредственно уже по каким образом это делается ну если сложно гидроизоляцию взяли значит материал сейчас его укрепим и начнем заливать будем заливать будет видно таким образом вот заводите такая что вот видите практически что наверху я не достаю и достаю здесь вот сделали то выпускай метр девяносто метр девяносто и будет утепление еще для чего это делается потому что но если будет отапливается дом все ему то это и не нужно а если да почему будет не отапливаемый то что можно было в нем все хранить вот такие мышцы вот в процессе работы здесь видите вот углубление такое значительно представляете вы какой здесь вот такой здоровый камень неподъемного веса вот выкопали его выбери здесь я вырыл или потому что ну поднимать очень тяжело и не стоит это понимать пускай здесь и будет просто здесь потом закидаем фильм сделал обыграем этот вопрос вот готовим смесь каким образом делаем уберем значит четыре ведра песка загружаем и все сразу четыре два ведра песка загрузили ветру цемента а потом начинаем мешать и все уже перемешался можно бедра два уже готова а 40 взять залить и потом добавлять хорошо помогает не все а в а но а можно а а и Вот практически раствор готов, вот что хорошо для мешалки готовят. Если работаешь в одно лицо, то можно следующим образом, вот я уже так работал. Набрали его, в таком случае я набираю несколько ведер, набрал 3-4 ведра. Берешь его, зацепил крючком, вот она здесь находится. А здесь, видите, у меня козлы 1-2, просто поставил сюда бок, очень просто. Ничего не надо выдумывать. Отпускаю сюда вниз и потом в ведро веревочку потянул и отпустил туда. Сейчас мы так и сделаем. А когда 3-4 ведра здесь стоят, потом подниматься их не надо. Вот так вот, по лестнице поднялся, и капитюру уже кучет. Отлично, капитюру уже зайдет. Вот, здесь, чтобы ее зацепить, вот этой ступеньки достаточно. Подниматься, мешки не надо. Не надо. Опа. Вот, сейчас мы уже гидроизоляцию поставим. Гидроизоляцию дадут. Денужка не хватило. Но, когда вы заливаете, главная вещь хватило не пойдет. Вот теперь, значит, что делаем. Вот дотягиваем, видите, вот он дотягиваем. Вот так, вот так. Вот. И покладываем. Вот здесь я его включаю. Вот таким образом все. И весело, весело. продолжаем работу но на данном этапе работы мы начинать начали заливать стены значит каким образом заливая но сделали вот опалубку видно вот опалубку сейчас интересно получается есть пять досочек вот скрепили речками то тут значит и собрали каркас когда собрали в уголках вот особенность опалубки для того чтобы проще собирать проще сделать следующему вот основной лист опалубки да немножко короче получается сантиметров на 5 а здесь вот штав вставки получать одна ставка и другая лишь установили вставочку закрепили уже здесь по расстоянию легко регулировать вот что с этой стороны что же достанность получается вставка гуляет влево вправо очень просто вот начали заливать но с раствора немножко как говорится с цементом ошиблись немножко не хватило но в один день один человек под 50 сантиметров на небольшом объеме понять способен немножко не долил первый день и начали заливать немножко не долил ну и вот здесь еще так вот попытаемся сделать следующим образом в конце опалубки вот поставили вот такой вот болт смотрите своими со стрем вот так вот установим вот так вот установим зальем и следующий ряд опалубки мы будем ставить на этот болт то есть маленький порезы сделан раз закрепили его то есть будет очень просто одному человеку делать установили поставили шайбы с гайкой затянули и можно заливать армирование здесь в принципе ничего нового не не пытаюсь изобрести вот армирование есть вот основная арматура значит металлическая десятка и вот здесь пласт пластиковая армия арматура шестерка но просто подешевле пластик получается ну и вот если есть что-то проволоки на фрукте всевозможные вот кусочки трубку есть вот невозможно вот так где-то она будем будем крепить закрепим зальем посмотрим но я думаю здесь расстояние небольшие ты получается здесь сантиметров 15 ячейка получается лишь немножко побольше будет достаточно прочный хорошо дальше заливать начну посмотрите как я доделаю водолицу все продолжаем работу продолжаем работу вот значит заливаем к следующим образом делаем раствор значит одно ведро цемента четыре ведра песка и пять ведр ведер щебенки но одно значит в бетономешалка небольшая для того чтобы такую же пропорцию сделать я делаю следующим образом я уберу вот ведерочка цемента получается два ведра песка и где-то два с половиной три ведра щебня следующего я готовил такой позже немножко заливаю заливай заливай арина работает вот я забрал ведро установил вот раз здесь мы зацепили потому что мы прививается делим на пять г то не будет рядом ставлю и получается ближе к этому край ну вот таким образом отпускаем, единственное что когда слишком полное ведро, когда слишком полное ведро, может быть какие то брызги вот и поехали вот это дождь практически самой спустилась раз и вперед давай наверно снизу смотрим очень хорошо до конца конечно она не выходит что надо делать надо брать чтобы все поработать и 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 расстояние это районе 12 сантиметров где-то 10 12 сантиметров это метр семьдесят она очень хорошо стоит здесь поставили еще доску усиления поставить упущение скорее всего там сверху все провести тогда было очень ну вот видите песочек маленько насыпался но это не страшно конечно но наверху лучше порядка висит и дабы визу тоже будет больше порядка выжил так того вообще самая классная ружер и поедем дальше вы завершили заливку значит опалубки убыли что первый слой так опалубки ну вот здесь как я и говорил уже не вставочка поставила 1 вставочка везде это для чего потому что чтобы одному 1 было очень удобно поднимать опалубку вверх или же она легко разберется на этот блок их поставили гаечка поджали и вперед поехали но рекомендации такие вот надо все же если даже и в одно лицо делать надо немножко спешить почему потому что зависимости от грунтов видео длина до глина она будет стоять и вот и два будет если в сухом месте будет нормально стать вот здесь я волонт вытащил она не обрушится ничего а вот если песок будем говорить что то ли в сторону вот видите вот здесь песчаная жила была ежет кусок вывалился но учитывая то что мы уже сейчас даже один слой сделали опалубки это практически уже дошли до глины до глины дошли значит уже теперь уже можно это особо не спешить но как особо не спешит на скоро морозы надо все побыстрее хотя бы если допустим перекрытия не успеем хотя бы будем что поднять да где-то до метр восемьдесят восемьдесят пять чтобы потом можно было перекрыть и утеплить но посмотрим появится будет время посмотрим что мы делаем дальше все дальше по их ударам заливку стен практически завершена вот видите получился четыре полосы раз два три четыре при заливке использовали значит такие крепления потому что одному человеку очень удобно вставили считает на это на это крепление устанавливается поджимается и позволяйте заливкой при заливке стен еще использовал вот такой поточек я сделал два . получается две направляющие вот видите да и направляющий просто сверху вставляется опалубку и заливается очень удобно и очень быстро все так продолжаем работу сейчас мы устанавливаем устанавливаем опалубку готов заливать уже потолок вот видите такие вот стойки чтобы саморезами речка укрепили здесь тоже укрепили здесь ну планирую здесь направляющий получает вот по краям 2 и здесь вот еще две поставлю и будет очень хорошо в принципе можно даже одно но здесь вот глаз у вас вас того величины будет многовато наверное будет а посмотрим там уже как говорится чем больше тем лучше вот так вот стоечки 2 может быть еще одну третью поставлю как пойдет работа продолжаем работу лечит все видно высота высота где-то получится но это метр девяносто наверно вот может метр девяносто пять лет до потолка но достаточно высота учитывается что двухметровых я думаю у нас родственников не будет продолжаем работу вот для связки сверху выпуск арматуры пошли но есть на стену использовалась тогда не сильная арматура получается этой шестерка где-то десятка а уже на потолок я прогрел металлическую мотору 12 ячейка шаг будет 15 сантиметров ну соответственно она будет двойная планирую значит арматура от арматуры это в районе семи с половиной сантиметров и есть расстояние будет от низу до 1 арматуры 2 с половиной сантиметра ну и сверху точно так же посмотрим как получится а выкрутили последние саморезы и вот практически установили стойки установили стойки где будет устанавливаться палка вот видите балки балки у меня доска была немножко разного тут 50 доска на 200 150 соответственно стойки стойки программа салон сборные вот 25 доска сшитая между собой даже не цельная вот эти соединена еще тоже соединена я счет 50 доска соединена центральный стол поставили как говорится для более прочности что ну все значит сейчас переходим наверх и начинаем укладывать значит доску сверху чудес особенности что есть как говорится проблем никаких нету скрепили уголки поставили сначала кранее 2 значит балки по уровню потом значит сверху установили вот только положили по этой доске уже вырубили остальные поставлены уголки и по под них подвели столбики все продолжаем работу гвозди конечно глаждая значит так так и 11 sk вот вот так вот но ногу все равно плываться железом вот вас погреб приготовили на месте есть арматурки приварили чтобы бетонировались ну здесь будет обводка по 2 арматурки приварили будет достаточно можно конечно и здесь приварить и этого предостаточно пойдем устанавливать закрутили а устанавливали вот его поставим еще в этой пиле и сейчас у стеночки обошел и можно будет бросать арматурки потихоньку работы вычек попьем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...